Всем привет! С вами Мимикой. На канале, наконец-то, спустя столько лет, появится Crash Bandicoot и Video Insane Trilogy. То есть у нас есть целых три игры сразу же. Первая, вторая, третья. В эти игры я просто заигрывала с детства. Это, наверное, самая популярная у меня была игра, которую я перепроходила и постоянно к ним возвращалась. Первую, вторую, третью часть. Ну, вторая не самая моя любимая была, но вот первая и третья, я их просто обожала. Более того, я потом на эмуляторе на Windows XP проходила. Я на работе у себя, на эмуляторах и на семёрке, и на восьмёрке, и на ноутбуке, и потом и на десятке. Также я проходила, но каждый раз не до конца, потому что уже в какой-то момент стало известно о том, что всё-таки будет ремастер. И, собственно, будет возможность наконец-то их пройти заново до конца, так основательно. И дождались, дождались. Правда, уже прошёл, по-моему, не один год с тех пор, и уже вышла четвёртая часть. И вообще, прошло до хрена времени. Вот четвёртую часть я, кстати, не играла, но очень интересно, что там. Тем более, что там с механикой немножко поигрались. Вот. Вот. Собственно, у меня здесь такое будет тёплое именно ламповое прохождение, где я буду предаваться, скорее всего, разумным воспоминаниям. Скорее всего, постоянно мои будут мысли куда-то улетучиваться, потому что я, честно, очень волнуюсь, начиная эту игру, потому что у меня она, правда, вызывает очень много эмоций. Она классная, она забодробительная. Я её очень люблю и очень ненавижу. Так вот, первая часть, соответственно, как вы видите, у меня это будет на русском языке. И начинала, естественно, я пробовала чуток, все части потыкала, работает всё нормально. Единственное, что у меня лично был косяк с мышкой. То есть у меня там прощёлкивалось она через раз, либо сразу же несколько раз и так далее. В общем, это очень неприятно. И нашла я один файл-лик в интернете, который буквально это всё пофиксил очень быстро. И спасибо Steam-сообществу за это. Если у кого-то тоже возникнет такая проблема, то пишите в комментарии. Я попробую найти эту ссылку, которую качала. Начинаем новую игру. Поехали, это я уже слишком заговорилась. А, ещё хочу сказать, что здесь не получится сразу же всё на уровне собрать. И вы тоже не пытаетесь, и лучше пройдите, соберите там разные предметы, которые потребуются для этого. И потом уже вы сможете вернуться и всё это сделать. Поэтому я тоже сразу же всё прямо сделать пытаться не буду. Но если это не невозможно, сразу. Погнали. Запуск новой игры перезапишет ячейку автоматического сохранения. Да, перезаписать. Погнали. Но, доктор Кортекс, мы не выяснили причину сбоя при тесте. Идиот. Этот пантикут будет моим генералом. И он поведёт моих Кортекс-воинов, чтобы захватить мир. В этот раз триумф будет мой. Мы ближе, чем когда-либо. Скорее, в Вортекс. Но, доктор Кортекс, Вортекс ещё не готов. Мы не знаем, что произойдёт. Снова провал. Схватить его! О-оу. Приготовьте девушку-бандику. В общем, если он не захотел, то её забирают. Это даже Супер Медбой. Знаете, как будто он немножко на это отсылался. Так, что у нас тут с управлением, с камерой? А камеры я же крутить не смогу. Да, точно. Ребят, очень-очень давно играла в последний раз. Вот так по-нормальному, помимо вот этого трая моего, где-то, наверное. Когда я только купила эту игру. В последний раз я очень давно. Я знаю, что надо вот здесь, например, чекать назад. Надо проходить на некоторых уровнях. Это прям будет ролять. И я могу убить вот этого чела. Краба. Может быть, собрать масочки, естественно. Если соберёшь три, то начнёшь бегать как ужаленный. И разрушать с первого же раза все ящики. И при этом, видите, как вот они разрушают всё. Если правильно выстрелились под нужным наклоном. Так. Что тут ещё было? В принципе, блин. Я такой экскурс вожу. Хотя, в принципе, и так всё видно и понятно. И я думаю, что множество людей уже успело поиграть в эту игру. Поэтому я никому... Никаким вещам Америку не открою. Поэтому просто наслаждаемся. И играем. Я немножко волнуюсь, честно. Потому что... Опять же, если я касаюсь чего-то, что мне прям нравится. И какой-то игры моего детства и так далее. Это всегда так волнительно. Сменилась музыка. Вот, видите, мы начинаем бегать, как ужаленные. Можем без опаски просто бежать. Но надо быть осторожным. Потому что иногда бывают, допустим, сверху... Ай. Ладно. Уже не важно. Сверху иногда, над ящиками бывают разные предметы. Не допрыгнула. Это я как умудрилась. Вот, бывают разные предметы. И иногда надо подпрыгнуть чуть выше. То есть задержать для этого прыжок. Потому что иногда всякие секретки так прячут. Это бывает. То есть иногда не просто так... Бывают коробки, на которых именно можно подпрыгивать и так далее. Но это нам еще предстоит делать, когда мы будем все собирать досконально, конечно. Так. Я вот думаю, куда налево или направо. Я примерно помню. Направо будут ящики. Да. Но потом надо будет вернуться. Лучше, наверное, в эту сторону пройти так, да? Папа-пай! Сразу. Короче, пока я буду привыкать к управлению и к тому, как двигается персонаж. Знаете, что на PlayStation и в целом на эмуляторе было удобнее... Потому что ты постоянно видел четкую тень под персонажем. И ты знал, куда ты точно приземлишься. А здесь я ее не вижу. Плюс при этом еще добавили свои тени от разных окружающих объектов. Поэтому... Ну, такое. Такое себе. Ну, ладно. Я надеюсь, я привыкну к этому. У меня с глазомером просто вообще всегда беда была. Поэтому... Так, ладно. Мой косяк. Плохо. Пробуем вернуться назад. Так. Че тут? Че тут я не вижу? Все, все нормально. Хорошо. Слева такой простенький путь. Вот этот, конечно, меня прям напрягает. Да блин, он не смог сделать. Он не смог это так сделать. Ладно. Пробуем еще. Первый уровень для того и создан. Чтобы привыкнуть немножко. Может быть, тени ухудшить? Вот если прыгать по этому ящику, то, соответственно, больше яблочек получишь. Поэтому мы на это каждый раз тратим время. А еще яблочки можно случайно смахнуть в другую сторону. Поэтому мы тоже на этом тратим время постоянно. А еще, по-моему, каждые 100 яблочек это одна хп-шка. Выдохнуть. Выдохнуть. Встали. Раз, два, три, четыре, 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 семь. Опять пропрыгала ужасно. Ладно, ну я попробую. Может быть, что-то получится из-за этого. Ай! Обидно масочку потерять. На ровном месте. Давай. Так, ну в принципе... Вот и первые страдания. Мой голзомер стал еще хуже, чем в детстве. В принципе, неудивительно. Но опять же, опять же, можно с тенями подраться. Я хочу сразу же собрать эти коробки. Обидно, знаете? Если с первого раза не получилось, можно, в принципе, это... Уже не бежать туда, я поняла, да. Не, ну мы попробуем. Есть! О боже, осталось только здесь перепрыгнуть. У меня еще иногда, знаете, споительность зарабатывает, поэтому... Это могла быть большая подстава. За то, что я все собрала, мне дали кристалл. За то, что я все собрала, мне дали кристалл. Ну ладно. Я прошла. Блин, мой голзомер, конечно, такой себе. Но надо с тенями разобраться, да. Так, а что там назад? К бурному восхождению. Что это значит, интересно? Ну ладно. Слушайте, есть еще здесь анг. Анг, видимо, на время надо будет получать. Пройдите за 34 секунды, чтобы получить анг. Ну ладно, это мы будем потом делать. Хорошо. Мы начали проходить эту игру. Боже мой. Столько я времени откладывала, столько времени ждала. Вот она у меня сколько стоит уже. Очень волнительно, очень волнительно. Вы уж извините меня, если я какую-то херню не села на протяжении всего этого вытаска. Но, тем не менее, я люблю эту игру. Она мне очень нравится. Она классная. Она офигенно сделана в Unsane Trilogy. То есть она именно такая, по ощущениям, какой я ее запомнила в детстве. Несмотря на то, что то, что было в детстве, понятное дело, спустя столько лет, это выглядит, ну, будем честны, не очень. Будем проходить по уровню. Потом будем что-то добирать. Будем выполнять какие-то челленджи и так далее. В общем, пока я не устану. Я не уверена, что я прям полностью эту игру пройду, потому что она все-таки сложная. Но, тем не менее, насколько у меня хватит моих запасов сил, мы пройдем. Главное, чтобы она продолжала приносить удовольствие, и я от нее не горела. До свидания в своем следующем выпуске. Буду рада увидеть ваши впечатления, отзывы. Если вы играли в детстве, пожалуйста, пишите в комментариях. С удовольствием с вами это обсужу. Ну, и также, если вам это все понравилось и было полезно, подпишитесь и поставьте лайк. Будет очень приятно. Всем пока-пока. До встречи.